Можно ли организовать созвон с Максимом Козловым по терминам информация и постулат? Не пойму, он же потенциально мог бы принести большую пользу, но скатился в группу кишача откровенными дебилами. Да еще и Виктор К. и Юрий Б. там же, небось мозг им промыл. Я тут постулат вспомнил, когда про академика писал, а Козлов за него топит. Смысл в чем? У нас есть разные люди в сообществе, речь идет о человеке, который проявляет интерес. Часть людей у нас, это наши, вот прям совсем наши ребята, здравомыслящие, которые склонны к логичному мышлению, а часть людей это бобры, люди с отклонениями мышления, которые прибиваются к сообществу или которых очень тянет в сообщество. Ну, они вот, бобры, у них есть нарушение мышления. Ну, они, вот некоторые прямо рвутся и занимаются вот прям вредительской деятельностью. Вот представьте, бобер пришел в сообщество и начинает вредить. Склоки там, что разводить и так далее, интриги. Вот у нас Максим Козлов, это человек, который занимается для сообщества вредоносной деятельностью. Первый раз личный контакт с этим человеком у нас состоялся, когда у нас было собрание в Москве. На следующий день после собрания мы собирались на природе, и там вот был Козлов. Я сразу же отказался с ним общаться по прочтению, ну, я не могу общаться с людьми, которые не могут просто говорить, которые замышляют там какие-то предложения с выколупыванием мозга. Ну, это психологически мое восприятие, я не стал с ним общаться и не воспринимая его как человека, потому что, как человека полезного для сообщества. А конкретно нарушение первого закона логики, закона тождества – это бобр по пространству. Максим Козлов имеет жесткие глюки по пространству и имеет стойкое желание занимать какое-то место в сообществе, быть полезным и так далее. Он рвется, создает интриги, рассказывает всякие гадости там и так далее. Для кого-то он друг невозможно хороший, возможно, это действительно так. Но человек конкретно имеет проблемы с восприятием пространства. Про пространство мы уже все объяснили на 100 рядов, что пространство – реальный объект, что он невещественный, нематериальный и так далее. У человека до сих пор с этим проблемы. Может ли бобр находиться в сообществе? Может, если он отмаркирован. Он прям конкретно маркирован. Правом данным не разумом. Вот раз и навсегда изгоняют товарища Козлова из нашего сообщества. Невозможно, чтобы бобры руководили как-то нашим сообществом, занимали какие-то должности. Прошу всех модераторов исключить господина Козлова из наших форумов, чтобы он не разлагал обстановку. Вот такая вот ситуация. Это второй человек, который непосредственно занимается вредительством. Это вредительство, собственно, я получаю задокументированные его материалы от разных людей. Они время от времени мне пишут, что исполняют Козлов. Ну, уже как бы хватит. Позанимался вредительством, хватит. Займись, пожалуйста, где-то чем-то другим. Не разлагайте обстановку, не мешайте. Вот. Такая ситуация. С вами был Виктор Катючек. Канал «Наушный трибунал». Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катючек. Телеканал «Наушный трибунал». ЧAut на estimatesest been понят. Виктор Катючек устроен. Конечно, я должен существовать. Х aluminum. Виктор Катючек. Ч Пот � можем проверить, так эти ключи не свиним с At Hogs. Но я буду ждать всех других нас味. Но в smoother cinema, когда я искал руками вацияши düşünся за100 тонн взрыв. Так от того, чтобы она идея, Shieldска, Эта гидриво casa . О 아버ец. Люб��, с freelвежками Elon в Kaiser. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»